Девушки отдыхают В выпуск попадают именно настоящие суперзлодеи, а не просто злодей. Начнем мы естественно с наипопулярнейшей киновселенной Марвел и ее первого фильма 2008 года «Железный человек». Здесь главным злодеем оказался Абадайя Стейн, которого в финальном сражении Тони Старк при помощи Пеппер поджарил на крыше здания Старк Индестри. Иван Ванка, который создал свою броню с интегрированными в нее электрическими хлыстами, был побежден Железным человеком и Воителем, после чего, активировав самоуничтожение своего костюма, был взорван. Лафей – король ледяных великанов Йотунхейма из фильма «Тор». При попытке убить Одина, он был поражен Локи первым выстрелом из Гунгнира, а вторым окончательно уничтожен. Эрик Савин, правая рука Олдрича Киллина, был убит Старком выстрелом из дугового реактора с помощью дистанционно управляемой брони на борту самолета Президента. Высветили за поведение. Ну что, подавился грязный ублюдок? Олдрич Киллин – главный злодей фильма «Железный человек 3». В финале которого был убит Пеппер с помощью крупнокалиберного патрона и репульсора. Кронанский мародер – каменный великан, входящий в состав разношерстных пиратов и захватчиков, которые грабили по всем девяти королевствам. Был убит Тором с помощью Мьёльнера в фильме «Тор 2. Царство Тьмы». Ты пришел сдаваться? Еще желающий. Алгрим сильный, он же Курс, помощник лидера темных эльфов Малекита. Во время боя с Тором был убит Локи с помощью гранаты. Увидимся, преисподней. Вслед за помощником отправился и сам злобный лидер темных эльфов Малеки. При помощи Джейм Фостер был раздавлен ковчегом во время битвы с Тором. Карат-преследователь – наемник, работавший на Ронана. В фильме «Стражи Галактики» во время битвы с Аксандр был убит Драксом. Ронан-обвинитель – один из самых жестоких военноначальников Рассы Кри. Был убит с помощью камня силы с совместными усилиями «Стражи Галактики». Альтрон – искусственный интеллект, созданный Тони Старком. В фильме «Мстители. Эра Альтрона» его главное механическое тело убивает Ванда, вырвав его реактор, подобие сердца. Однако последнее тело Альтрона, а следовательно и его самого, убивает Вижен. Какая немыслимая наивность. Но я родился только вчера. Желтый шершень, он же Даррен Кросс – главный злодей фильма «Человек-муравей», в финале которого был раздавлен до субатомных размеров, после того, как Скотт повредил его костюм. Кроусбоунс – тайный агент Гидры. В фильме «Первый мститель противостояния» лично сразился с Капитаном Америка, после поражения активировал бомбу и взорвал сам себя. «Ты готов умереть?» Люциан Астер из фильма «Доктор Стрэндж», бывший мастер мистических искусств, который присоединился к Зелотам, в частности к Тицилию, был убит Стрэнджем в ином измерении при помощи Кристины. Эго – могущественная сущность Целестиал, а также отец Звездного Лорда. В фильме «Стража Галактики 2» был убит бомбой, которую заложил малыш Грут. Джексон Брайс – самый первый шокер из фильма «Человек-паук. Возвращение домой» был расщеплен Эдрианом Топсом. «Сколько раз я говорил мне стрелять из этих пушек?» «Вы сказали продвигать товар». «А ты носишься там с этой штуковиной, поджигаешь машины и зовешь себя шокером. Я шокер, я шокирую всех». Суртур – огненный демон и правитель Муспульхейма из фильма «Тор Рагнарёк». Был убит Тором, который молотом сбил его корону. В ней находилась вся сила и энергия демона. Хелла – богиня смерти и дочь Одина. Была зарезана воскрешенным Суртуром с помощью сумеречного меча. Демон также был убит еще раз при взрыве Асгарда. С большой натяжкой к суперзлодеям можно отнести Кло, который, потеряв руку, обзавелся протезом-пушкой. Он был предан и убит Эриком Киллмонгером, который использует его тело, чтобы попасть в Аканду. Далее идет сам Эрик Киллмонгер, он же Джадака, уроженец Ваканды, свергнувший Черную Пантеру. Был убит в финальном сражении Чалой, который пронзил его клинком. Ну ты молодец. Локи – бог коварства и обмана, брат Тора. Так как он был и на стороне зла и добра, внесем его в список. В фильме «Война о бесконечности» был убит Таносом, Титан сломал ему шею. Богом. На сей раз не воскреснет. Эбонимо – член Черного Ордена. Благодаря выстрелу Тони Старка оказывается за бортом своего же корабля. Зато паук видел больше фильмов. Кулафсодиан – самый сильный член Черного Ордена. Был отправлен Брюсом Бэннером к защитному полю Ваканды, где и погиб. В фильме «Мстители. Финал» был раздавлен человеком-муравьем. Роксима Полночная – участница Черного Ордена и жена Корууса Глейва. Во время сражения Алая Ведьма забросила ее в молотилку. Самого Корууса Глейва, также члена Черного Ордена, убил Вижн, который, придя на помощь Кэпу, проткнул его его же оружием. А в «Мстителях. Финал» его альтернативную версию копьем убивает Акоя. «Танос. Безумный Титан», который истребил половину вселенной. В фильме «Мстители. Финал» был обезглавлен Тором. Что ты наделал? Голову ему снес. Альтернативная «Не было» была убита собой из будущего. Альтернативная версия «Таноса» и все его войско погибает от «Челчка Железного Человека». Квентин Бэк, он же «Мистерио». В фильме «Человек-паук. Вдали от дома» был случайно застрелен своим же дроном. Старк был прав. Ты их заслужил. Больше меня не обманешь. Сьюи Вэнь Ву, он же «Мандарин», из фильма «Шан-Чи» и «Легенда десяти колец». Лидер террористической организации был убит пожирателем душ. За отца отомстил Шан-Чи. Обитатель тьмы был ему убит с помощью десяти колец. Крой из фильма «Вечный», могущественный девиант и главный враг «Вечных» был убит Финой. В этот список можно отнести и предателя Вечных и Кариса, который, испытывая чувство вины за свои действия и не сумев достичь своей цели, покончил жизнь самоубийством, полетев к солнцу. Зловещий Стрэндж из фильма «Доктор Стрэндж» в мультивселенной «Безумие» был выброшен Стивеном Стрэнджем из окна прямо на забор. В финале нам было показано сомнительное самоубийство и главные злодейки фильма «Алые ведьмы», в которое совсем не верится. Далее идет гора убийцы богов, который умирает в финале фильма после уничтожения Некромеча, отказавшись от своей главной миссии по убийству всех богов. В фильме «Человек-муравей» и «Оса Квантомания» неожиданно всплыл Даррен Кросс, который ранее был отправлен в квантовое измерение Скоттом Лэнгом, где, оказывается, он не погиб. Попавший в ловушку и сильно изуродованный в квантовом измерении, Кросс был найден Кангом-завоевателем, который предоставил ему механическую форму. Однако именно Канг его и убил за предательство. Следующий, естественно, сам Канг-завоеватель, он же Натаниэль Ричардс, который был уменьшен и уничтожен своим собственным силовым ядром. Теперь переходим и к расширенной вселенной DC, начинающейся с фильма «Человек из стали» 2013 года, в котором первой убитой суперзлодейкой оказалась Фаора. Она находилась в самолете ВВС США, перевозящем капсулу Супермена, который, столкнувшись с кораблем Black Zero, создал портал «Фантомной зоны». Он засосал не только Фаору, но и других подчиненных Зода. Следующим убитым суперзлодеем оказался сам генерал Зод. И случилось это в финальном бою против Супермена, где Зод, уже овладев своими силами почти в полной мере, оказал очень серьезное сопротивление супергерою. А потому эта схватка сопровождается многочисленными разрушениями и так сильно потрепанного города. Проиграв бой, генерал решает напоследок убить находившуюся рядом семью. Пытаясь спасти людей, Кларк ломает ему шею, но слишком поздно. В следующем фильме расширенной вселенной DC «Бэтмен против Супермена на заре справедливости» суперзлодей Думс Дэй оказался настолько мощным и непобедимым, что Кларку пришлось воспользоваться копьем с криптонитом Бэтмена. Им он протыкает Думс Дэя. Однако монстр пронзает человека из стали костью не до конца регенерировавшей руки, которую он потерял в бою, в результате чего и Супермен, и монстр погибают. Следующий суперзлодей, который был повержен раз и навсегда, это древнее могущественное существо Инкубус из фильма «Отряд самоубийц». Он является братом чародейки. Во время сражения отряда с этой парочкой, Крок заложил бомбу прямо под Инкубусом, в то время как Эль Диабло, раскрыв свои способности, удерживало его над точкой взрыва. Бомба взрывается под ними, убивая их обоих. Вслед за братом отправилась и сама чародейка. В финальной части фильма члены отряда дают чародейке бой, и в конце концов хитростью одерживают победу. А Дэдшот точным выстрелом в брошенную взрывчатку закрывает ее портал. Однако убил ее Рик, который сминает сердце чародейки, тем самым освобождая свою Джун от ее влияния. Кто бы мог подумать, но следующим на тот свет отправляется бог. В финальной части фильма «Чудо-женщина» Диана вступает в схватку с богом войны Оресом, которым оказался сэр Патрик. После тяжелейшего боя, вдохновленное самопожертвованием возлюбленного и его последними словами, Диана призывает всю свою мощь полубога и уничтожает Ореса. В фильме «Лига справедливости» 2017 года в финальном сражении команда супергероев, благодаря вовремя появившемуся Супермену, побеждает Степного Волка, которого затем, почував его страх, атакует и начинает разрывать на части его же собственные парадемоны. После чего вся армия исчезает в телепорте, оставив только шлем Степного Волка. Далее у нас идет роман Сайонис «Черная маска», который распрощался с жизнью в фильме «Хищные птицы». Роман похищает Кэс, а Харли преследует его до причала, где и разворачивается финальная сцена. Готовясь убить девочку, Роман не ожидал, что Кэс выделит чеку гранаты и засунет ее ему в карман. Харли тут же толкает черную маску в воду и граната взрывается, убивая злодея. В фильме «Лига справедливости» Зака Снайдера, вышедшем в 2021 году, мы с вами снова увидели смерть Степного Волка, только на этот раз более красочную. Во время финального сражения Аквамен насаживает суперзлодея на свой трезубец, после чего Супермен хукком слева отправляет его в портал прямо к Дарксайду, а уже точку ставит Диана, которая обезглавливает Степного Волка прямо в полете. Следующим в списке стал мыслитель из фильма «Отряд самоубийц» миссия на вылет 2021 года, где он является участником проекта «Морская звезда» и проводил ужасные опыты над гигантским пришельцем Старро, который впоследствии освобождается, благодаря преждевременным взрывам, и захватывает мыслителя, а затем жестко его убивает. В финальной сцене фильма был повержен и сам гигант Старро. Для этого Клео, Крысылов-2, призвала на помощь полчища городских крыс. В то же самое время Харли Квинн в прыжке протыкает глаз огромной морской звезды копьем, запустив тем самым грызунов внутрь. Они-то и прикончили пришельца изнутри. Далее идет неизвестный для нас суперзлодей из комиксов DC Август Огги Смит, он же Белый Дракон, который появился в сериале «Миротворец» с 2022 года. Им оказался отец главного героя. После ожесточенной схватки, в которой также приняли участие Орлуша, Линчеватель и Джон, Смит убивает своего отца выстрелом в голову. В фильме «Черный Адам» главный антагонист был убит дважды. Сначала Тед Адам убивает Измаила, который этого и ждал. А после того, как Измаил возродился как могущественный демон сабок, в финальном сражении «Черный Адам» разорвал его пополам. В финале фильма «Шазам! Ярость богов» была уничтожена главная суперзлодейка Калипса. Туда же отправился ее питомец Дракон Ладон. С ними с помощью волшебного посоха расправился Шазам. В фильме «Флэш» 2023 года нам показали смерть альтернативной версии «Фауры Улл». Ее убивает осколком брони Барри Аллен. В финале того же фильма случайно погибает главный антагонист картины «Темный Флэш», который убивает свою прошлую версию и в итоге стирает себя из существования. Ну и заканчивает выпуск последний вышедший на сегодня фильм расширенной вселенной DC «Аквамен» и «Потерянное царство». В финальном сражении «Аквамен» своим трезубцем убивает брата Атлана и могущественного суперзлодея Кардакса. Гором, латвустьят. Гором, латвустьян. Гором, латвустьян. В конце того же фильма нам показали гибель Черной Манты, который гордо отказался от помощи Аквамена и упал в пропасть. Продолжение следует...